Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет такой домашний влог. Я вам хочу показать свой заказ с интернет-магазина Кика Милана. Очень не сильно полюбилась эта косметика. Вот сегодня на мне из новинок это помада и тушь. Очень мне понравилась тушь и помада. В общем, сейчас вам покажу и все расскажу. А также сегодня я буду делать заморозки. Хочу поделиться с вами, как я буду делать. То, что я купила баклажаны и перцы. И покажу, как я их замораживаю, как я их подготавливаю, скажем так, для заморозки. И плюс снова у меня был заказ Ламода. Я продолжаю одевать, ну в этом случае у меня получается муж и племянник, и кое-что купила себе. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну и начнем мы с заказа с сайта Кика. Итак, вот весь мой заказ. Все приходит в такой коробочке, все вот так вот отличненько упаковано, с красивой бумажечкой. Мне в этот раз привез курьер. Значит, вот у меня накладная. Я оплачивала онлайн. Получился у меня заказ на 3000 рублей. У меня один подарок. Здесь карандашик для губ. То есть от 3000 там подарок и вроде бы доставка курьером бесплатная. Вот. Значит, первое, ради чего я заказала, вообще сделала заказ, это ради вот этого спрея. Я вам в прошлый раз показывала, что он сейчас со скидкой там. Вот это мой, который с прошлого раза еще у меня остался. То есть у меня его вот столечка где-то примерно. В принципе, он достаточно экономично, на мой взгляд, расходуется. И я заказала себе второй. Думаю, пока он со скидкой, надо его брать. Потому что я... Вот у меня здесь второй. Я его пока оставила в коробочке запакованный. Это мой запас, скажем так. Потому что первый раз, когда я купила вот этот спрей, он стоил 900, по-моему, 90 рублей. Но он безумно классный. Я не знаю, подойдет ли он именно для жирной кожи. Но вообще для жирной кожи там есть именно такой матирующий спрей. А это, видите, ароматизированный фиксирующий освежающий спрей. Он действительно очень классно фиксирует макияж. В том числе и даже тени дольше держатся. Вот с этим спрейчиком мне безумно нравится. И вы знаете, он убирает вот такую излишнюю припудренность на лице. А также как будто бы скрадывает вот эти границы, да. То есть если где-то что-то плохо растушевано, то вот этот спрей вам в помощь. На предыдущем заказе у меня была вот такая тушь, которая по итогу мне понравилась. Она слегка подсохла и стала очень классно красить. Сейчас она у меня уже закончилась. У нее была вот такая кисточка. Но мне она действительно понравилась. Делала такие объемные распахнутые ресницы. И также у меня база еще под тушь от марки KIKO. Есть база под тушь. Мне вообще безумно нравится. И база под тушь, она реально как база от Dior. Вот прям один в один, только стоит дешевле. И сейчас я заказала две новые туши. Вот эту тушь я еще не открывала. Но я и не хочу ее открывать. Это просто вот такая объемная тушь. Не буду ее пока открывать, потому что боюсь, что она у меня подсохнет. Сейчас я использую вот такую тушь. Во-первых, смотрите, какая упаковка классная. Единственное, у нее вот такая вот кисточка, которая немножко неудобно нижней реснички прокрашивать. Эта тушь идет для панорамных, парнорамного взгляда, насколько я поняла. И она действительно классно просто вот так выгибает ресницы, прокрашивает, делает их просто потрясающими. Мне безумно понравилась вот эта тушь. Намного больше даже, чем вот эта. То есть вот эта, она, по-моему, кстати, вот эта и подешевле. Так что вот это теперь перейдет в мои любимки. Но потом попробую вот эту и тоже вам видео в каком-нибудь расскажу. Заказала себе вот такой. Вообще это что-то из серии... Помните, я вам в пустых баночках показывала карандаш от MAC? Это хайлайтер, консилер, подглазки. Я взяла в 0,2 оттенке и не прогадала. У него идет вот такая кисточка. Вы вот сюда нажимаете, то есть карандашик, и вылезает продукт. Вот так вот это выглядит. На самом деле очень хорошо подсвечивает, подстраивается под кожу, никуда не забивается, ни в какие морщинки, складочки и так далее. Я наношу его под глазки и действительно освежает взгляд, делает такое лицо более отдохнувшим. Но синяки, прямо сильные синяки, это средство не перекроет. Это просто для того, чтобы выглядеть более свежее, наверное. Вот я его растушевала, его практически не видно, но при этом есть такой... Вот видите, есть такой как блеск такой кожи небольшой. Очень классный. Мне понравился карандашик, тем более я его взяла со скидкой. Вообще все вот эти продукты у меня со скидкой были. И такой бюджетный, хороший. Не знаю, я даже, возможно, его повторю, потому что классный. И не сушит при этом кожу под глазами. Очень комфортно. Не скатывается на даже жирных таких кремах под глазами. Поэтому очень... Вот у меня 0,2 оттенок. Мне очень понравился. Я рекомендую его. И также взяла себе две помадки. Значит, это такой блеск. Вот такой вот увлажняющий блеск 3D Lip Glows. Действительно делает губы более объемными. Единственное, что он такой... Видите, я взяла такой нудовый оттенок. Чем-то напоминает по самому внешнему виду, по крайней мере, от Dior Lip Maximizer. Но он не покалывает и не увеличивает губы. Это немножко другая история. Но классно. Я вам еще ставлю фотографию, где я пыталась при дневном свете уловить, как смотрится на губах. Оттенок 0,6. Но я вам все ссылочки оставлю. Дальше у меня вот такая вот помадка увлажняющая с полупрозрачным пигментом. Она, по-моему, так и есть описание у нее на сайте. Вот так вот она выглядит. И вот она у меня сейчас на губах. Я вам тоже вставлю, покажу, как при дневном свете она смотрится. Классная помада. Вот по ощущениям, как будто бы вы просто нанесли какой-то бальзам на губы. Вот тут то же самое примерно по ощущениям. Очень классная. Я ее во всю пользу. Видите, красновато-розовато-персиковый такой вот оттенок. Очень тоже мне понравилось. Классно. И вот этот карандаш, который мне дали в подарок. Я на самом деле хотела в этом заказе заказать себе карандашики для губ от Кика попробовать. И хорошо, что я это не сделала. Потому что карандаш мне не понравился. Он очень подходит, кстати, вот под эту помаду. Но, вы знаете, он как-то... То есть, контур, да, хорошо сделать этим карандашиком. У меня в 0,1 оттенке. Но, если заштриховывать все губы, то карандаш такой достаточно кремовый. И получается, он какими-то комочками такими лежит на губах. Вот я нанесла... Сейчас вам ставлю кусочек, покажу видео, где я пыталась при дневном свете, еще раз повторюсь, я наносила карандаш вот с этим блеском. На самом деле, не очень мне нравится по качеству. То есть, он такой кремовый. И получается, когда вы начинаете штриховать все губы, он немножко такими комочками ложится. То есть, вот как раз-таки сам карандаш мне не особо понравилось. А вот эти продукты, ну, кроме вот этой туши, которую я еще не пробовала, мне очень сильно понравились. То есть, вот эта тушь мне понравилась больше, чем вот эта. Потому что она действительно прокрашивает и маленькие реснички, все-все-все, как обволакивает. То есть, ну, очень классный. Я очень сильно рекомендую. В особенности вот этот спрей. Это моя любимка. Ити купила себе еще. Так что заказ у меня классный. Ну, это дали в подарок. Спасибо, я попробовала. Больше не надо, что называется. Так, и вот покажу вам сейчас еще быстренько заказ лам-мода. Да, и у меня все еще продолжение, скажем так, подготовки к школе. Но в этот раз, получилось, взяла кое-что себе, мужу своему и племяшке. В общем, старшему сыночку мне ничего не подошло. И мужу я взяла вот эту марку. Я так правильно, я так понимаю, что правильно называется. Вайкики, турецкая марка, как мне написали девочки. Вы знаете, я вообще слышала о том, что есть какая-то турецкая марка, очень хорошего качества. Но как-то не вникала, знаете, и не попадалось мне ничего. Я как-то, знаете, ну вот как бы есть и есть, ну и здорово. На самом деле, качество просто потрясающее. Вот я мужу заказала тоже футболку Пола, вот такой зеленого цвета. Камера немножко не передает, он такой более, мне кажется, ну в общем, на камере он посветлее, кажется. Я вам ссылочку оставлю, очень классного качества, мне очень понравилось. И взяла также ему от этой марки вот такую рубашку. Я заказала, ну просто на пробу. Слушайте, качество вообще вау, честное слово. Эта рубашка стоила что-то в районе тысячи рублей. Вот она с коротким рукавом. Здесь идет вот такая девочка, пуговка. Обычно рубашки такого качества стоят намного-намного дороже. Очень понравилось, мужу тоже моему очень понравилось. Ну и цена, конечно, не может не радовать. Так что вот порадовала немножко мужа своего. То есть мальчишка, мальчишка, а мужа нет. Вот. Сейчас покажу еще, что племяшки заказала. Он вообще влюбился в это и себе. И вот еще племешум, племешум моему. Заказала вот такую толстовку. Это фирма Befree. Она вот такая с другой стороны, с такой штучкой. Им очень понравилось, да? И рюкзак ходить в школу. Вот такой вот это Nike. Он мне обошелся в 2400 Nike. Не знаю, что это. Тут кармашки, тут кармашки. В общем, классный, маднявый пацан будет. А вот эта вот толстовка вошла где-то 800 с чем-то рублей. Но я вам ссылочки оставлю. Покажу. Так что у нас такая маднявый такой чувак. Она, правда, ему немножко большевата, толстовка. Но ему это и нравится как раз-таки, когда такой оверсайз. А себе я взяла вот такие джинсики фирмы Mango. 34-й у меня размер. И эти джинсы клеш. Девочки, как в моей молодости. Когда мне было лет 15, наверное, был моден же клеш. Сейчас он, я так понимаю, возвращается. Ну, в общем, мне все равно, возвращается он или нет. Но мне очень они понравились. Прикольные джинсы. Сейчас покажу, как на себе смотрятся. Так, вот я начинаю делать свои заготовки-заморозки. Я вот так нарезала перец. Это он у меня будет идти в тушеные овощи. Я обязательно выкладываю на полотенчика, чтобы немножечко подсохло, чтобы не слиплось комком. И также вот перцы целыми буду замораживать. Кто-то их сразу фарширует, но мне так неудобно. Я их просто вот так вот по максимуму вставляю друг в друга и уже кладу в морозильную камеру. Сейчас вот они мне, видите, мокрые. То есть я их почистила, вырезала аккуратненько. Вот пока столько. Потом еще, когда подкуплю еще перец, буду еще больше делать. Потому что перец у нас очень хорошо зимой уходит. Просто потом достаю, я не знаю, лучок туда, морковочку. Все, что есть, помидорка. Все это тушится. Получается очень вкусно. Особенно если соус, терияки добавить. Вот это тоже порционно. Сейчас я разложу по пакетикам. И это тоже большой пакет. Друг в дружку по максимуму ставлю. И все. В принципе, из перца, ну вот и лечо мы еще делаем. Больше мы на самом деле из перца ничего не делаем. В основном овощи я стараюсь заморозить. Потому что, ну вот все-таки вот такие тушеные овощи, они как-то у нас идут лучше, нежели консервированные. Консервированные, да, но, знаете, тоже иногда надъедает. Вот, поэтому стараемся с мамой делать разнообразие. Так что вот у меня что получилось с того, что я купила. Мама чуть-чуть законсервировала, как вы уже видели в прошлом видео, да. И я вот немножко тоже заморожу. Всего по чуть-чуть, но хорошо будет зимой, будет супер. Так, и вот я буду сейчас еще баклажаны делать. Значит, я их порезала. Ну, вот такие вот у меня получаются кусочки, брусочки. Потом я их замачиваю в подсоленной воде, чтобы шла горечь у них. Просушиваю на полотенчике. И после этого выкладываю на противень. Противень свазываю маслом. Можно положить бумагу сюда, чтобы маслом не смазывать. Но у меня, я как-то пробовала, у меня к бумаге они все равно прилипли. Масло нужно обязательно, иначе они прилипнут у вас прямо к противню. Вот. И буду ставить в духовку при температуре 180 градусов где-то, ну, я не знаю, до готовности. Практически до готовности. Значит, пробовала я один год замораживать именно вот такими сырыми. Но они получились очень сильно невкусные. Они были резиновые. Кожура была очень жесткая. И они получились реально невкусные. Также пробовала просто баклажан разрезать пополам, отваривать и потом замораживать. Тоже получилось, девочки, невкусно. То есть лодочки вот эти вот сделать, как я обычно запекаю, из них не получилось. Потому что получается мякоть вся какая-то такая непонятная и жесткая кожура. Поэтому в этом году буду делать только вот таким образом. То есть на то, чтобы бросить в тушеные овощи. Ну, в общем, сейчас поставлю в духовку. Потом скажу, сколько они у меня в итоге простояли. Ну, где-то минут 20, может быть, полчасика примерно при 180 градусах. Наверное, даже минут 15-20. Наверное, вот так вот они стоят. Вот так вот они у меня стоят. Где-то примерно минут 20 я держу. Их периодически в духовке перемешиваю, чтобы они все равноверно у меня пропеклись. Сейчас они остынут, и я буду раскладывать их по пакетикам и заморожу. В принципе, и все. Больше самое замороченное это чистить, резать и все. У нас уже вечер. На сегодня я буду с вами, наверное, прощаться. Вообще, если вы делаете заготовки из баклажан, если вы их как-то замораживаете, может быть, как-то по-другому, не так как я, обязательно напишите мне в комментариях. Я с огромным удовольствием почитаю, потому что, может быть, как-то можно, можно как-то, может быть, их по-другому сделать. Вот, так что очень буду ждать ваши комментарии. Вот, и по поводу джинс, который клеш. На самом деле, очень плотная ткань. Такая джинсовая, очень-очень плотная. Как раз вот на осень самое оно будет. Особенно на нашу питерскую осень вообще будет супер. Единственное, что вот я, когда вам показывала эти джинсы, я их мерила с туфлями. Вот, я вот думаю, с туфлями их носить или подкоротить, и просто с какой-нибудь обувью на низком ходу. Потому что, если их обрежешь, то уже все. Вот, так что буду ждать ваших тоже комментариев, обязательно напишите. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!